МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участники инклюзивного оркестра «Солнечные нотки» знакомятся с полицейскими и их спецмашинами. Ребята сами могут посидеть за рулем автомобиля, включить сирену и проблесковые маячки. На лицах счастливые улыбки. Сейчас общаются дети с сотрудниками не в контактах. Тут прямой контакт. Дети очень счастливые. Вы же сами видели, как они очень любят разговаривать, общаться, технику осваивать полицейскую. Они счастливые дети. Дай Бог им здоровья. Самое главное, чтобы побольше таких позитивных мероприятий проводить. А на сцене концертного зала Захаровского дома культуры особенные музыканты дают концерт. В составе оркестра люди с различными ментальными нарушениями от 8 до 60 лет. Помогают им педагоги. Люди с ментальными нарушениями часто не могут выразить всю свою гамму чувств, которые они переживают. Но музыка – это самый верный ключ к выражению. И музыка открывает дверь в другой мир. Гармонь, кларнет, блокфлейта, барабанная установка не используют в оркестре только струнные инструменты. Музыканты играют по нотам, читают с листа, учатся слушать друг друга и любят красивую музыку. Выступают все вместе в оркестре и соло. У каждого участника свой репертуар. Каждому ребенку, каждому инструменту, характеру исполнителя, каждый педагог ищет свое произведение. Потому что кто-то может сыграть произведение Битлз, а кому-то хорошо пчелочка золотая. Кто-то сыграет классическое произведение, а кто-то сыграет рок-музыку. Есть в составе солнечных ноток и жители Одинцова – Дмитрий Фомин и Дарья Семьянкина. Оба играют на кларнете, а Дарья еще и на ударной установке. Ребята, я заметил, очень добрые, очень ластовые. В глаза их полны любви, чувств. И поэтому мы отвечаем им тем же. Они чувствуют себя здесь очень хорошо. Что интересно, пришло много зрителей. И зрители – это наши участники, наша самодеятельность, которые тоже занимаются игрой на музыкальных инструментах. Им интересно посмотреть и поддержать этих ребят. Акция «День добра» была организована окружным ОМВД и общественным советом при управлении. Также для ребят провели экскурсию по музею-заповеднику Пушкина. Такое насыщенное мероприятие проводится полицейскими впервые. Надеемся, что это мероприятие, День добра, который мы назвали, приуроченный к Дню защиты детей, очень запомнится деткам. И в памяти они сохранят только хорошие, теплые воспоминания о сотрудниках полиции и об этом удивительном, волшебном месте. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».